У нас доктор исторических наук Андрей Зубов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, а тема у нас такая печальная, да, с Андреем Борисовичем. Это юбилей, юбилей 100 лет назад. Ну, немножечко мы тут с датой почти еще. Мы в августе, а это будет 5 сентября. Совнарком РСФСР принял декрет о красном терроре. Юбилей красного террора. Вот, я напомню, у нас есть телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. И есть твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать свои вопросы Андрею Борисовичу Зубову. И я думаю, что мы начнем немножечко не с самого красного террора, а вот с его, как бы, первоосновы, да? Андрей Борисович, вот до революции 1917 года в программе большевиков и Ленина можно ли найти зачатки или, может быть, какую-то основу для этого классового террора, который начался уже в 1917-18 году? Ну, по сути говоря, даже мы должны говорить не о Ленине, а о его учителе, о Карле Марксе, который предлагает теорию, естественно, о том, о социальной детерминированности человека. Что человек определяется не своими какими-то внутренними, заложенными в нем качествами, а определяется воспитанием, социальным окружением, кругом, в котором он находится. Соответственно, Маркс и Энгельс предлагают идею диктатуры пролетариата. Разумеется, люди, детерминированные своей буржуазностью, своей принадлежностью к высшим классам, они будут, по теории Маркса, врагами этой пролетарской диктатуры, освобождения пролетариата. И что с ними надо делать? А вот что с ними надо делать? Что с ними надо делать? Ответ один, что их надо, те, кто готовы на это перевоспитывать, остальных уничтожать. Остальных уничтожать. И в этом смысле это даже не террор, а это в некотором роде селекция. И об этом, кстати говоря, прямо писал Бухарин в 1920 году, что человек коммунистического будущего, он непосредственно результат и нашего красного террора, и нашей политики вот этого такого гражданской мобилизации общества. То есть мы выводим нового человека, а старый, естественно, идет в расход. Он по-разному идет в расход. Он, естественно, может уничтожаться, может перевоспитываться. У него могут отбираться дети, вот как знаменитые беспризорники. Опять же, мы ведь с вами не наивные люди, мы понимаем, откуда беспризорники взялись. Понимаете, таких беспризорников в таком количестве не было ни после Наполеоновских войн, ни после, не знаю, Крымской войны. Конечно, это уничтожение родителей. Опять же, то самое социальное уничтожение матери и отца, и дедушки, и бабушки, и тетки, и дядьки. И привело к тому, что эти дети, подростки оказались беспризорниками. Вот их надо не, естественно, уничтожать и перевоспитывать. Вот Макаренко, собственно, и же с ним они для этого и существовали. Ну да, Дзержинский как бы такой добрый дедушка Дзержинский. Да, любитель детей. Ну вот, собственно говоря, в этом смысле он и любитель детей. Потому что в задачи Дзержинского входило не столько просто убийство ради убийства, как иногда примитивно понимают, сколько убийство ради создания нового. Но человек здесь приравнивался к племенному животному. Ну, все-таки в социал-демократии русской были, мне кажется, разные подходы. Ну вот, скажем, тот же Плеханов, когда он начинал свою деятельность, он очень неплохо относился, по-моему, к идее якобинского такого террора. А к концу жизни, в общем, он от этого отказался. И меньшевики тоже. Ну, вы понимаете, ведь не надо забывать, что между коммунистическим манифестом Карла Марса и Фридриха Энгельса и классической немецкой социал-демократией проходит очень характерный водораздел. Вообще, откуда само название социал-демократии? Социал-демократы не отказываются, понятно, от марксизма. Они считают, продолжают себя считать сторонниками социализации собственности, создания действительно государства эксплуатируемых социальных сообществ, но демократическим путем. То есть, большинство людей, они добиваются расширения демократии на все общество, снятия всяких цензов. Большинство общества хочет, естественно, как они считали, социализации, создания коммунистического сообщества. И демократическим путем, через выборы, люди приходят, страна приходит к социализму. Отсюда и сам термин социал-демократии. Поэтому, кстати говоря, совершенно не случайно Российская социал-демократическая партия большевиков в 18-м году, если мне не изменяет память, в марте, переименовывает себя в Российскую коммунистическую партию большевиков, РКПБ. Потому что социал-демократия, она честно признает, что ничего общего уже не имеет. Никакой демократии. Это насильственное принуждение людей в социализм. А что такое насильственное? Как вы нас оставите людей? Представьте себе, вот господа слушатели, что у вас хотят отобрать всю собственность, послать ваших детей в трудовые лагеря, а то и вас сами, если вы молоды. Как вы к этому отнесетесь? Естественно, вы будете сопротивляться. Но чтобы вы не сопротивлялись, и вводят стрелы. Да, но вот интересно ведь, смотрите, большевики в своем кругу планов, в общем, своих не очень скрывали. Скажем, у Ленина была установка на гражданскую войну. Вот трудно себе представить все-таки партию современному человеку, которая говорит, мы там против войны империалистической, но зато мы вам устроим гражданскую войну. Вот как такая партия могла на выборах, на свободных выборах, скажем, относительно конца 17-го года, там, ноября, в учредительное собрание получить больше 20% голосов? Ведь поразительная вещь. Михаил Владимирович, ну, вы знаете, что для широкого круга, да, Ленин об этом писал, естественно, перерастание империалистической войны в гражданскую, чего он добился, перенеся просто империалистическую войну внутрь страны. Когда белые сражались в основном за Антанту, ну, из-за чего им некоторые там группы, Красновы и так далее, а большевики сражались на стороне центральных держав. То есть, он свой план исполнил. Но это не афишировалось, а широко говорилось мир народом, мир народом. Вот этот лозунг мир народом, штык в землю, война империалистическая, а вместо этого мир без аннексии и контрибуции. Вот всё говорилось с простым людям, простым солдатом в окопах, и это было невероятно привлекательно, потому что, естественно, воевать не хотели. И, понимаете, патриотизм особого, если он и был в 14-м году, в 17-м году известно уже, у большинства людей не было. И крестьяне хотели домой делить землю, тем более, что в феврале уже всё пошло доперекосяк. Домой к семью, к бабе делить землю, ещё в перспективе делить помещичью землю. То есть, вот это предлагал он. Врата награбленная. Да, хотя, конечно, для внимательного, интеллигентного читателя, на что и обращали внимание и меньшевики, и кадеты, обращали внимание людей, что, да помилуйте, он же предлагает, совсем нет, он предлагает полную социализацию земли. И никто вам землю не отдаст, никакой помещи земля вашей не будет, вашу собственную заберут. И, в лучшем случае, дадут поддержать. И, соответственно, никакого мира не будет, будет война против эксплуатационных классов, на уничтожение. Но люди это не слышали. Тем более, что, понимаете, была, ну что скрывать? В общем, была большая нелюбовь в народе к эксплуатационским классам, которым простые люди, опять же, по инерции не могли простить крепостного права, церкви не могли простить то, что она это крепостное право поддерживала. Вы помните, как у Пастернака в «Докторе Живаго» один из героев, ну, из прислуги Юрия Живаго, он не может ему простить, что тот от него столько лет скрывал, что миром правят обезьяны. Понимаете? Ну, вот, собственно говоря, это. Да, Андрей Борисович, ну, вот есть, так сказать, такие тезисы историков ленинской, скажем так, школы и, я бы сказал, уже новых ревизионистов, а террор, мол, начал не Ленин против инакомыслящих и так далее, а вот царское правительство, Столыпин, военно-полевые суды ввели, там, несколько тысяч человек казнили, вот они и виноваты, а, так сказать, большевики потом пришли к власти и ответили. Нет, ну, понимаете, во-первых, террор, к сожалению, это, конечно, не выдумали большевики. Террор, это, увы, это старинный метод ведения войны, тем более ведения гражданской войны. Известный якобинский террор, которому, кстати, постоянно подражали большевики, и особенно, видимо, в силу своей просто большей образованности, о нем любил вспоминать Лев Давыдович Троцкий. Вот, буквально, там, отдельные этапы этого террора, пытаясь перенести в Россию, или, по крайней мере, говоря об этом, вспоминая это. Вот, поэтому понятно, что военно-полевые суды, это был безусловно террор, безусловно террор. Вот, потому что это не было правильное судопроизводство императорской России. И там были ужасные ошибки, случайные расстрелы невинных людей, это все было, повешение. Вот, но масштаб, разумеется, совершенно не тех. Понимаете, все военно-полевые суды эпохи первой русской революции, я не помню точно цифру, но, по-моему, там речь идет о нескольких тысячах человеках. Двести с чем-то. Да, 270 казненных людей. Вот, здесь же красный террор, по мнению большинства ученых, пытались, там, какие-то подсчеты люди делать, конечно, полных подсчетов никто провести никогда не сможет, это ясно, об этом писал Мельгунов в своей первой, пожалуй, книге о красном терроре, которая была издана. Вот, но цифры называют примерно такие. Говорят о примерно миллионе семистах двух миллионах человек. Ну, это очень приблизительные цифры. Но, говорят, не менее суммируется, естественно, расказачивание, подавление крестьянских восстаний. Вот, газета «Скотсман» 7 декабря 1923 года опубликовала очень точную цифру, она вызывает, конечно, некоторые сомнения, именно в силу своей невероятной точности, и никто не знает источника, но не, как говорится, масштаб. Она опубликовала цифры, жертвами красного террора было 1 миллион 776 тысяч 747 человек. Ну, тут, знаете, с цифрами мы всегда начинаются споры, кто-нибудь скажет, не миллион 700 тысяч, а... Ну, да, и так далее. Вот, я хочу вот что спросить. Вот, все-таки, на ваш взгляд, вот у нас есть эта дата, декрет о красном терроре. Почему она так важна, если, на самом деле, разнообразные террористические действия большевиков, они происходили, ну, буквально с первого дня после Октябрьского переворота? Конечно. Безусловно. Безусловно, с первых дней после переворота происходили совершенно ужасные действия и индивидуальные, ну, например, убийства в больнице, да, Кокошкина и Шингарева, да, это первые дни 18-го года, разгон с гибелью людей, там, демонстрации за учредительное собрание, после разгона учредительного собрания, с февраля начинается, к феврале, я напомню, что, если не знает память, 23-го февраля, 23-го... нет, 21-го февраля, простите, 18-го года ВЧК получило право на внесудебную расправу. Значит, собственно, должно быть это и считаться началом террора, потому что уже без суда можно было убивать людей, и их активно убивали. Там, я помню, как в окаянных днях Будин вспоминает, что случайно он звонит в газету, а случайно подключился, ну, тогда через коммутатор звонил, барышня подключил по ошибке, и, видимо, разговор с каким-то чекистским органом, у меня, говорит, адъютант Каледина и 18 офицеров, что с ними делать, немедленно застрелять. Вот, поэтому это все началось именно тогда. Именно тогда и уже летом 18-го года расстрелы были массовые. За 1 июль, по подсчетам, только опубликованы в газетах. А тогда они по газетам опубликовали регулярно. Регулярно. Вот за июль 18-го года только в газетах, причем в официальных газетах, большевистских газетах, по подсчетам Мельгунова, 1117 казненных людей. Вот, на самом деле, в одном Севастополе в январе-марте 17-го года, по признаниям самих убивавших, было убито не менее полутысячи, 500-500 офицеров. Также были в Одессе, причем жестоко убиты. Мы с пытками перед смертью. Как говорят, Зиновьев непосредственно распорядился, чтобы офицеров белых, на счета разворачивалось белое движение летом 17-го года, выступление Чехословатского корпуса, что их не просто бы расстреливали, а их перед этим пытали бы. Их пытали. Вот. Но, понимаете, все эти вещи не имели, если угодно, санкции, формальной санкции власти. Да, были письма Ленина повесить, непременно повесить, там не меньше нескольких десятков кулаков, чтобы все вокруг видели. Ленин несколько раз, в том числе и в июле месяце, кстати говоря, тому же Зиновьеву он пишет, 26 июня 1918 года, надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюции, особенно в Питере и так далее. Но это еще были отдельные суждения, пусть и самых властных людей, среди большевиков. А после покушения и убийства Володарского и Урицкого, и после покушения на Ленина, принимается решение о красном терроре как институциональной действии. Что значит институциональной? Это означает, что Совет Народных Комиссаров формальным образом, за подписями Народного Комиссара Юстиции Курского, Народного Комиссара Внутренних Дел Петровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров Бонжберевича, издает декрет о красном терроре. Собственно говоря, вот этот декрет был издан 5 сентября 1918 года. Ленин не подписывал. Ленин лежал тогда больной. И подписывает, как вы видите, да, раненый. И подписывает два, ну как бы сказали, министра. Два министра и управы делами. Вот. Но по представлению Держинского. Там прямо сказано в этом декрет, что по представлению главы ВЧК, вот рассматривался этот вопрос, обосновили, что создать, значит, изолировать в конституционных лагерях и подлежат всех врагов республики или потенциальных врагов республики, надо изолировать в конституционных лагерях. Сам акт о создании конституционных лагерей, он более раннего времени, он, опять же, по-моему, марта 1918 года. Ну и главный инструмент террора ВЧК, это декабрь 1917 года. Да, да, ВЧК и главный вот этот февральский акт 21 февраля, который дает вам право несудебные расправы. И тут же говорится о том, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, что необходимо опубликовать их имена. А до этого, до этого, 31 августа, кстати говоря, было так называемое межрайонное указание ВЧК о начале красного террора, предшествовало, за неделю было до этого. И там уже подробно расписывалось все, вплоть до того, это протокол межрайонного совещания по вопросу о проведении террора в связи с покушением на товарища Ленина. И там уже подробно прописывалось все, вплоть до уничтожения трупов. То есть, трупы скрывать, трупы не выдавать расстреляны. Уже все это готовилось. А чем пугать тогда? Списками, которые в газеты давали? Я думаю, самое страшное, это списки и слухи. Списки и слухи. Слухи, конечно, распространяются. И опять же, это делали сами большевики. Понимаете, например, в мемуарах Зинаиды Региппиус, в мемуарах, в дневниках, в ужасном дневнике эпохи красного террора, она рассказывает, ну, естественно, там вот кто-то из знакомых, кто-то из знакомых, значит, у него молодая женщина, у нее мужа, офицера, арестовали, он исчез. И она ходит, естественно, в Петрограде выяснять, что с мужем, а этот самый чекист посмеется, говорит, да вы, говорит, теперь уже молодая вдовушка. Вашим, говорит, муженьком уже давно зверьков в зоопарке кормят. Понимаете? То есть, вот это специально говорилось, чтобы эти ужасы все распространять и пугать. Я думаю, что и приказ Зиновьева был не потому, что он лично был там кровавым садистом, а потому, что это тоже должно было пугать тех же офицеров. Пойдешь за белых, вот тебя там, например, все, что можно отрезать, отрежут, и звезды на плечах вынежут и так далее, и так далее. Ну, а ВЧК уже к этому моменту было создано как такая вертикальная структура, да, до, наверное... До уезда. До уезда, да. До самого низа. Да, 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 в системе ВЧК были, значит, ну, она постепенно формировалась, но скажу так, было 86 областных и республиканских ЧК, 16 особых отделов в армии, по армиям, и 508 уездных ЧК. Это, правда, цифры к началу 21-го года, но, безусловно, все это существовало и раньше. Пусть, может быть, не совсем в таком масштабе, но известна деятельность Харьковского ЧК, Киевского ЧК. Все дело в том, что те районы, которые были освобождены белыми, в них, естественно, проводилась, там, например, на юге России работала специальная комиссия Рерберга, которая все эти злодеяния большевиков фиксировала. Есть масса фотографий, даже был о Харьковском ЧК снят специальный фильм. Ну, вам скажут, это пропагандистская такая работа, фейк там, что, фейк-ньюс, да? Да, ну, слушайте, все можно сказать. Понимаете, у нас есть ведь определенные какие-то возможности. Как что делает историк? Историк, это делает перекрестные какие-то проверки. И вот, собственно говоря, эти перекрестные проверки, они разных совершенно людей, разных взглядов, они, к сожалению, свидетельствуют примерно все об одном и том же. Безусловно, это было, и это было в ужасных совершенно формах. Ну, а кроме того, еще один инструмент, вот, были же рефтрибуналы, правильно? Да. То есть, это вот, если говорить только о ВЧК, как, так сказать, о том, кто применял красный террор, то, наверное, это не будет неполная картина. Есть еще вот эти вот трибуналы, которые должны были судить, как это, по революционной совести, да? Да, революционные трибуналы были созданы 18 июня 1818 года. В них и, собственно, они полностью копировали трибуналы Якобинской диктатуры. То есть, все участники этих трибуналов и судьи, и коллеги, значит, присутствующих там, ну, скажем, лиц и адвокат, все назначались советами. А совет, я напомню, после 14 июня, по-моему, я не помню точно, да, по-моему, 14 июня, они были абсолютно большевизированы. То есть, всех меньшевиков и народных социалистов, и эсеров, всех из советов, ну, а левых эсеров чуть позже, и всех из советов вывели. Вот, поэтому это была фактически игра в одни ворота, и это, конечно, ну, абсолютно, из трибунала выйти живым было практически невозможно. Первый официальный приговор в рев трибунала к смерти, это, кстати говоря, одно из самых славных русских офицеров, это капитана первого ранга с частному. Ну, да, это был конфликт, я помню, с Троцким, да, и фактически Троцкий был обвинителем на этом суде, если это можно назвать судом. И, в конце концов, вот большевики, так сказать, наградили командующего Балтийским флотом капитана первого ранга Алексея Счастнова тем, что он ведь вывел этот флот из Гильсенфорса, привел его в Кронштадт. Вот они его, значит, отблагодарили. Да, он был расстрелян, кстати говоря, помнится, вот в этом здании, где сейчас Министерство обороны, тогда это было занято, по-моему, Алексеевское военное училище. Да, Алексеевское военное училище после восстания. И закопали прямо во дворе, так что вот там могила и до сих пор и находится. Вот, это, значит, вот такая жуткая история. Зачем, кстати, это нужно было Троцкому, я не очень понимаю. Может быть, потому что, так сказать... Приговорить, что он пытался использовать свою популярность ради того, чтобы бороться с советской властью. Хотя никаких фактов борьбы, в общем-то, и не было. Абсолютно нет, ну, это так. Да, ну, вот это действительно начало деятельности этих рефтрибуналов. А что вы скажете вот о таком тезисе? Вот еще один тезис, собственно, таких про большевистских историков. Ну, это же не большевики, все, это вот эсеры и чехи, они развязали гражданскую войну. А, значит, большевики, советы только отвечали на это страшное насилие, там, деятельность комитета учредительного собрания и так далее. Не, ну, понимаете, здесь ведь, конечно, глупые вещи можно говорить, но любой человек должен понимать прекрасно, что такое было Октябрьский переворот. Если мы посмотрим документы, начиная от Камуча и кончая уже деятельностью адмирала Колчака, то мы увидим, что это одна и та же формулировка. Это бунт. Это антигосударственный бунт. Было государство, была уже и к тому времени республика российская. В этом государстве планировались и начали осуществляться выборы в учредительное собрание, которые должны были вместо Временного правительства этому государству дать закономерную власть. Выборы прошли худо-бедно, худо-бедно, потому что, понятно, уже большевики имели власть, и там они тех же кадетов объявили вне закона. Врагами народа. Врагами народа, да. Вот откуда враги народа. Да, врагами народа. И, кстати говоря, это причина, почему все лидеры кадетов, кто им попался, в том числе и указанные Кокошкин и Жангарёв, они находились в Петропавловской крепости. Их просто по болезни перевели в госпиталь и их убили. Вот. То есть, это было... Вот так шла Россия конституционным путём. Ну, там, пусть каким-то монархистам, которые рассказывают байки о том, что Сарь на самом деле не отрекался, это всё не нравится. Но формально это путь государственного строительства. Да, временное правительство не вполне законно, это очевидно. Это всё понимали все, кто занимается юриспруденцией. Вот поэтому нужно учрительное собрание, которое бы ввело бы опять Россию. Учрительное собрание, опять же, худо-бедно выбранное собралось, и что произошло, было разогнано большевиками. Поэтому на самом деле этот противогосударственный бунт, он начался 25 октября, 7 ноября, и закончился разгоном учрительного собрания в ночь с 5 на 6 января 1918 года. Поэтому после этого любая борьба с этими бунтовщиками, она законна, потому что она идётся от имени России, которую разогнали, власти которой были разогнаны большевиками. Поэтому начали бесчинство, начали бандитизм, конечно же, те, кто загнали законные органы власти и учинили бунт. А другие пытались Россию ввести опять в закономерные формы. И, кстати говоря, характерно, что всё началось с комитета членов учрительного собрания Камучи. То есть те, кто не попали в руки большевикам, те, кто смогли собраться в Самаре, они создали какой-то законный орган. Потом на юге России это был, естественно, Сенат, который собрался в 1919 году в Ялте и действовал до эвакуации Крыма. То есть действовала вся система, вся государственная машина старой России. Не императорская, а той России, которая была на момент Октябрьского февраля. Ну что ж, мы продолжим после коротких объявлений наш разговор с Андреем Зубовым. Цена революции. Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. Стрелок. Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов. В понедельник в программе «Особое мнение». Своё особое мнение выскажет министр экономики России в 1997-1998, доктор экономических наук, профессор высшей школы экономики Яков Уринсон после 17 часов. Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле Невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Работаю пинцетиком, а не эмоциями. Не здорово! Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. Неужели Невзоровские среды? Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и воздет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисея Любат. Радиостанция «Эхо Москвы». Записки «Асо». С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыку Чайковского. Борис Алексеев. Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующее мелодию. Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу. «Эхо Москвы». «Цена революции» с Михаилом Соколовым. Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Андрей Зубов, доктор исторических наук и тема «Наши красный террор» как часть большевистского проекта. Вот еще такой вопрос. Как вы относитесь к книге Алексея Литвина? Называется «Красный и белый террор в России. 18-22 год». Очень много фактов. Ну и автор, в общем, уравнивает в каком-то смысле «красный и белый террор», на мой взгляд. И во-вторых, он пытается все время сказать, что ну не так много людей-то на самом деле чекисты постреляли. Вот смотри, вот в Казани за пять месяцев расстреляли по политическим мотивам только 52 человека из примерно тысячи арестованных. Ну и еще сотни уголовников. Ну, вы знаете, здесь надо сразу иметь в виду несколько вещей. Ну, книга Литвина, понимаешь, наверное, у человека такие взгляды, но она, безусловно, ангажированная, ангажированная им самим. Она не соответствует действительности, потому что вот мы говорили сейчас о этом декрете 5 сентября и говорили о целом серии предшествующих ему актов, решений и переписки самых видных людей большевистской России. И ничего подобного мы в Белом лагере найти не сможем. То есть, да, акты террора были, безусловно. Но Белый лагерь пытался опираться, собственно, на законодательство Российской империи, Российской республики. Я так понимаю. И, в сущности, законодательство даже не изменилось, когда, например, вот все, что было связано с большевистским бунтом, оно рассматривалось по третьей главе уложения об уголовных наказаниях, ну, естественно, 1903 года. И, понятно, сотая статья говорит о мятеже против законной власти. Вот, собственно, под это и подводили большевиков. Понятно, что мятеж против законной власти – смертная казнь. При, там, облегчающих обстоятельствах это, там, карторга пожизненная. Вот. А 99-я статья – это злоумышление против особого государя-императора. Но государя-императора уже не было. Вот мы, кстати, пропустили этот, между прочим, момент – это убийство бывшего императора и всей царской семьи. Безусловно. И на этот момент, если мы помним, что убийство государя-императора, его семьи и его близких – это 17-е, ну, и близких 18-е июля 18-го года. Очень многие ученые называют именно эту трагедию началом, фактически, красного террора. Ну, я бы не так не стал на этом, как бы, сконцентрироваться, потому что до этого было, если уж говорить, о венциносных жертвах был убит великий князь Михаил в июне. Вот. Но, на самом деле, как мы с вами уже говорили, террор начался раньше. Террор начался раньше. Но институциональный террор начался, вот, действительно, этим указанием, декретом 5-го сентября. Но я почему упомянул о царском, о этом 99-й статье? Потому что, действительно, как ее интерпретировать, когда нет царя? И юристы Колчака, они сказали, что они все это переписали, что злоумышление против верховного правителя России, его правительства и так далее. То есть, они пытались действовать в рамках закона. Никаких законов о терроре, понятно, в старой России не было. И террор был только личным подчином иногда даже Колчака. И Колчак говорил о необходимости взять заложников во время восстания в Енисейской губернии. Это, в общем-то, взятие заложников. Это, естественно, акт террора, в общем-то. Хотя и... Но там долгие споры идут. Была ли это инициатива самого Колчака или это вот генерал Рязанов там, значит, самоуправство? Есть письмо Колчака, есть, к сожалению, письмо Колчака о том, что он говорит о необходимости брать заложников. Заложники, естественно, в условиях гражданской войны, если залог не исполняют, заложника, к сожалению, убивают. Ну, там, осажение деревень и так далее. То есть, такие вещи были. Но это частные вещи. Это, конечно, преступления. По нынешним представлениям о войне и даже по тогдашним представлениям о ведении войны, это, безусловно, воинские преступления. А как же немцы во время Первой мировой войны брали заложников? Постоянно там и в Бельгии, и во Франции. Брали. Это воинские преступления. Это воинские преступления. Заложников брать нельзя. Это совершенно очевидно. И, кстати, русские тоже брали. Русские войска брали в польских губерниях, любили. Особенно евреев брали в заложники. Якобы, что они шпионы. Ну, да. Но там уже не заложники. Там хватали, потому что они шпионы, якобы. И, ну, это уже другая, чем история. Мы, как мы с вами поговорим. Это выселение евреев из пограничной полосы. Это прифронтовой полосы. Это одна из больших проблем. Я просто напоминаю об этом, потому что, получается, в значительной степени вот этот опыт Первой мировой войны с нарушением прежних воинских законов, он перешел в гражданскую войну. Ну, опять же, ну, в такой, в усиленной форме. Да, он в усиленной форме пришел. Но, понимаете, большевики все это превратили в общегосударственную систему. И я хочу, опять же, чтобы наши ученики поняли логику. Дело в том, что белые восстанавливали порядок. И большинство людей, конечно, были за то, чтобы им сохранили собственность, им сохранили землю. И в этом смысле они могли не поддерживать белых, они могли бояться, не хотели идти на фронт, не хотели платить налоги, давать продукты в той же Сибири. Но, по крайней мере, восстанавливался определенный привычный для людей жизненный порядок. Свобода торговли. Свобода торговли, свобода денежного обращения, которое было запрещено у большевиков практически. Да, в общем, и пресса была свободнее. Да, и все партии действовали, кроме большевиков. Кстати, напомню, что... Но с СССРами там у Колчака, правда, были конфликты. Там были конфликты, но там были высланы руководители правительства, как известно. Но не со всеми СССРами. Там тоже были проблемы на персональном уровне. Но в любом случае, одно из наказаний... Такого наказания аналогичного не было у красных. Одно из наказаний белых и у Колчака, и потом у Врангеля была высылка в Савдепию. То есть, тех, кто не совершал, видимо, каких-то страшных преступлений, агитировал за большевиков, ну, просто отправляли большевикам. Ну, и живи с ними. Вот. Но это как бы скорее можно на этот счет улыбнуться. А вот понятно, что когда у тебя все отбирают, все имущество, твой дом, твою квартиру, твою землю, идет продразвездка, когда у тебя отбирают практически все, вплоть до твоего зерна, которое ты произвел. Никто не захочет это отдавать. Никто. Как заставить? Только ценой жизни, только запугав до того, что дороже хлеба, жизнь. Значит, ответственно ставится на окон жизни. Поэтому для большевиков, чтобы заставить общество, если угодно, вывернуться наизнанку, против своих естественных желаний жить по-человечески, надо было его запугать до крайности. Как делают, собственно, все террористы. Понимаете, все террористы, они действуют таким же образом. До сих пор какой-нибудь там ИГИЛ и так далее. Вот, запугать. И большевики, безусловно, были просто террористической организацией. Не надо никаких иллюзий на этот счет пытать. Ну, среди белых, скажем так, ведь были тоже режимы такого бандитско-террористического свойства. Ну, например, режим Семенова в Чите, с которым ни Колчак не мог справиться. Да, безусловно. Насколько его поддерживали японцы. Безусловно, безусловно. Тот же Семенов, совершенно возмутительный, конечно, политикой человек. Хотя масштабы его террора все равно не соизмеримы с большевистским террором. Понимаете, посмотрите, что сделали большевики в Киеве или в Харькове. А что они сделали? Вот можно как бы пару примеров хотя бы? А то нас спросят и... Ну, что я могу сказать? Ну, вот понимаете, на моих руках книга. Я специально сюда не поленился. Притащить это альбом революции и гражданская война в России 17-22 годы. И там здесь есть, кстати говоря, глава красный и белый террор. Снег вероятных по личным фотографиям и документам. Вот это все документы. Причем это частью документов большевиков, которые там учреждают этот террор. А частью документы белых, которые, в общем-то, видят, или там, скажем, жалобы граждан уже белым по поводу того, что творили большевики. Ну, тут расследование подвала ЧК. Да, это все ужасно. Понимаете, эти моря крови, эти дети, женщины, закопанные живьем в землю, расчлененные трупы, трупы с оторванными головами. Там невероятные жестокости в области половых всех этих вещей, которые просто мне даже невозможно говорить. Я сам избегаю, понимаете, даже на это смотреть. Даже на это смотреть, понимаете. Не говоря уже о том, чтобы читать все эти описания. Там, когда был взят Киев, он был взят как бы с боя. И поэтому ЧК там даже не успел замести следы. Ну, в этих подвалах ЧК там кровь стояла, как там написано, на 15-20 сантиметров, перемешанная с мозгом от массы жертв, ну и так далее. Зачем мне теперь даже говорить? Там глава этого харьковского ЧК Саенко, который был схвачен, он пытался бежать на броневике. И как раз в воспоминаниях Туркула рассказывается, как они этот броневик в итоге поймали, и как сами жители хотели их всех этих немецких чекистов во главе с Саенко убить даже просто зонтиками. Настолько они были ненавистны. Этот Саенко рассказывал, и вот опрашивали, что он учил своих подручных, они не всех были готовы убивать людей, тем более их мучить. Говорит, надо, говорит, стакан человеческой крови выпить. После этого все легко. Я, говорит, сам выпил, у меня, говорит, сердце, говорит, стало готово к этому. Ну, эти вещи, говорит, запредельные. Запредельные. То же самое было в Сибири, на Дальнем Востоке, в Архангельске, а невероятный террор, который развернулся после конца гражданской войны в Европейской России, когда... Крыму, да? Да, Беллокун, да, после Фрунзе вошел вместе с землячкой в Крым, и эти два человека, это землячки, в которые ходили такие, я бы сказал, такие милые. И анекдоты в советское время, это бы кровавое чудовище. Вместе с Беллокуном убийство, там, до 70 тысяч офицеров, 50-70 тысяч, а еще... Офицеров, чиновников... Чиновников военных ведомств, и просто там... Надо сказать, что ведь, что Фрунзе, когда, так сказать, они победили, он объявил, что никто не будет репрессироваться. И более того, объявил полную амнистию, но вы знаете, что он тут же получил секретно шифрованные телеграммы в выручку от Ленина. Как вы могли дать такие обещания? Но второй такой же террор, он менее немножко масштабный, но тоже есть десятки тысяч убитых сторонников Белого движения, это Архангельск. Но это совсем неизвестно. Это страшный конституционный лагерь в Холмогорах, которым командовал Кедров. Именем Кедрова названы улицы на всем севере России. И в Москве тоже. И в Москве тоже. А это кровавое чудовище, тоже садист вместе со своей сожительницей. Это страшный садист, кровавое чудовище. Вот. И было таким образом там убито, да, там 20-23 тысяч человек. Да, тем более там же эвакуации фактически не было. Она была минимальна. Да, поскольку там буквально несколько ледоколов ушло. Там ушел один ледокол, Минин, в итоге. И один пароход из Мурманска ушел. Еще несколько сотен офицеров молодых, они попытались на лыжах пройти в Финляндию. Но в итоге прошло там несколько десятков. Вот. То есть, практически эвакуации не было, да. Да, в общем, вот какой вопрос. Были ли среди большевиков противники вот этого красного террора, репрессии? Ну, или какая-то партия, условно говоря, партия в кавычках, такого мягкого террора, да? Да. Это правильный вопрос, потому что, разумеется, как говорится, всех малость одним миром тоже не стоит. И вот этот разнузданный красный террор, который начался с сентября 1918 года, он же к ноябрю вызывал ужас очень многих большевиков, особенно старых большевиков. И, например, московская организация большевистская была одной из наиболее решительных противниц террора. Там, конечно, можно говорить, что было перетягивание одеяла. То есть, как раз Министерство юстиции, которое вроде бы подписало указ о терроре и наркомат юстиции, он же был и противником, считал, что это все вышло за все разумные границы. Но Ленин постоянно защищал Дзержинского, постоянно защищал террор, и вообще все его письма, это письма постоянные, ну и Троцкий тоже. Это постоянные указания, тоже без террора нельзя. Какой, говорит, террор, как, говорит, можно воевать, пишет Троцкий, если перед людьми возможная смерть впереди, не будет альтернативной, неизбежной смерти позади. Вот это закрад отряда. Собственно говоря, Троцкий приказывает Петрограде, когда наступает Юдейничный Петроград, это, значит, сентябрь-октябрь 1919 года, он приказывает не меньше 10 тысяч буржуев питерских вывести, значит, чтобы они шли перед войсками под пулеметами, и чтобы в них не могли стрелять, естественно, войска Юдейнича, и так далее. Это прямой указ, это есть текст, здесь, как говорится, уже мы даже сомневаться не можем. То есть, вот эти все вещи, они активно практиковались или готовы были. Мне, знаете, вспоминается еще публикация, если я не ошибаюсь, Латцеса, газета «Красный меч», да, знаменитая? Да, 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 да. Как надо организовывать тюрьму, и такое впечатление, что даже сами большевики были смущены и как-то так дезавуировали эти публикации, по-моему, газету закрыли. Да, но это публикация 1 ноября 1918 года, в ней Латцес, ну, я напомню, что его настоящее имя Ян Судоропс, да, он латыш, вот, Латцеса – это медведь, это кличка, вот, по-латышски. Не субъективная вина, а объективный признак принадлежности к классу должен быть мотивом для применения к тому или иному лицу «Красного террора», пишет он. Не пытайтесь узнать, не пытайтесь понять, пишет он в этой статье о том, насколько виновен перед советской властью тот или иной человек. Сразу же выясняйте, какого он происхождения, и поступайте с ним в соответствии с этим. Я напомню, что еще был один удивительный документ. Документов много, хотя, опять же, замечу, что значительная часть архивов, как мы подозреваем, не раскрыта до сих пор. Вот неизвестен большой, почти за год архив ВЧК куда-то делся, вот, говорят те, кто его искал. Но, может быть, лежит там, куда... Куда пока нельзя добраться, да. Понимаете, во-первых, я хочу сказать первое, вот весь этот кошмар террора от, там, Балтии, потому что страшный террор, когда большевики вошли в Ригу, в Тарту, там тоже были ужасные вещи творились. И когда их оттуда выбили, все это, естественно, и зафотографировано, и запротоколировано. Там были казнены епископы, пасторы, известнейшие люди. Так вот, от Прибалтики, через Петроград и Москву до Владивостока, весь этот красный террор, он имеет один тип. Совершенно очевидно, что это не проявление безумия каких-то отдельных патологических личностей. Это определенная система. Система массового убийства невинных людей. Причем всех, и сопротивлявшихся большевикам. Это могут быть и рабочие, и крестьяне, кто угодно. И социальный групп, которые потенциально принадлежат к высшим классам общества. То есть, уничтожение тех, кто может думать не так, как большевики. И учить других этому. Вот. И убивать их жестоко, страдальными, смучениями, с пытками, чтобы все трепетали и боялись. Елизавета прямо так писал. Надо повесить, непременно повесить, чтобы на тысячи верст вокруг народ содрогался, боялся и так далее. За каждого нашего товарища мы убьем сотни тысяч. Да, да. Вот тоже один из принципов. Да, прямую все. То есть, это была определенная система. И у нас нет пока документов, которые говорят о проработке этой системы. Но, безусловно, они были. Потому что непонятно, что это не устно приказывалось. То есть, у нас нет большого пласта. Я думаю, что и массовый голод 1918-1919 года так организован, чтобы люди умирали с голода. И, соответственно, теряли возможность сопротивления. И массовый террор – это два элемента спланированной заранее системы подавления человека. И превращение человека, ну, в общем, в тварь дрожащую. Петерим Сорокин писал, кстати говоря, о том, что голод – это инструмент управления. Конечно. Конечно. Это очевидно. Но у него есть на этот счет очень такая фундированная работа. Но он не имел документов, даже как и мы. Но, безусловно, документы были. Потому что то, что думал, скажем, Ленин или Троцкий в Москве, не обязательно должен был думать человек в Омске или в Владивостоке. Они поступали так же. То есть, соответственно, это была определенная система, которую мы еще до конца даже не знаем. Но Сталин, вот он, собственно, был одним из энтузиастов этого террора. Вот если посмотреть Царицын, например. Да, он был один из проводников всего этого царицынский террора, который, я напомню, что Белая армия во главе с Франгелем, она освободила Царицына. И пристала картина ужасающая. Ужасающая. Там был и террор, и голод. Невероятный голод. От голода масса людей погибла. Как только Белые освободили Царицын, тут же огромное количество крестьян повезло на подводах. Да, конечно, у оставшихся людей ничего не было, но на какие-то крестики, колечки, спрятанные керенки или даже царские монеты. Ну, в общем, голод исчез тут же. Люди недоедали, люди жили плохо, но никто с голоду уже не умирал. То есть, тут же. Это можно было прекратить в один день. Большевики это, наоборот, всячески практиковали, так же, как и массовые терроры. На Ваш взгляд, а когда закончился красный террор? Вот то, что мы называем красным террором. Когда был введен НЭП? Да, к 1922 году считается, что массовое террор закончился. В общем-то, обычной датой конца красного террора считают февраль 1922 года. Как раз перед введением НЭПа. Да, вот есть такое мнение, что репрессии 1937-1938 года, которые, конечно, были против всех слоев общества, но в том числе попало довольно сильно как раз большевистской элите. Что ей это была такая божественная кара за террор. Вот вы как думаете? Ну, что касается божественных кар, да, кстати говоря, уже там я замечу, мы тут упоминали людей, там одним была кара, другим не была кара. Тот же Петровский, тот же министр Курский, они, в общем-то, дожили нормально и умерли своей смертью. Но, например, Латцес был расстрелян в 1938 году, и многие чекисты были казнены вместе тоже в это время. Некоторые раньше, некоторые позже. Но я, понимаете, что касается божественной кары, это, вы знаете, тогда надо... У вас есть прямой телефон к Богу, то тогда, значит, знаете, может быть так, может быть не так. Здесь я отказываюсь что-либо говорить. Но то, что маховик террора убивает своих творцов, это было еще известно, это еще сказали Лберк, это было сказано в Транцузской революции, в общем-то, это полностью повторилось в России, да, действительно, это так. — Скажите, а вот в литературе, например, на ваш взгляд, как-то красный террор отразился? Что-то вот вам запомнилось? У меня, например, с ним связана такая поесть, такого Зазубрина, забытого писателя. — Щепка. — Щепка. — Потрясающе. — Ну, потрясающе. Это потрясающая поесть. Ну, я помню, что автор этой Щепки, он сам был расстрелян тоже в 1938 году. Вот, Зазубрина, это его псевдоним, я не помню его настоящую фамилию, она какая-то похожая такая русская фамилия. Вот, но это потрясающая поесть, она была запрещена. Ее Ленин запретил публикации, между прочим. — Зубцов. — Зубцов, да. Она была запрещена еще Лениным. И ее опубликовали впервые, если мне не изменяет память, где-то в 1989 году. Ну, примерно вот в это время, уже в период активной перестройки. И, по-моему, она большинству людей все равно таки осталась неизвестной. Но главный герой, это Чекист, по-моему, был снят даже фильм «Чекист» по этой поиске. — Да-да-да. — Вот, главный герой, он, как вы помните, сходит с ума. Он, в общем-то, там у него тиф, бред, и, в общем-то, он умирает в итоге от тифа. Ну, да, там маленький сибирский... — Фильм 92-го года. — Да, маленький сибирский городок, где все это происходит. То есть, это не Москва и не губерния, это какой-то маленький уездный городок. И там этот маховик террора, уничтожение людей пачками. И вот так проводили... Почему, собственно, эта цифра 2 миллиона? Вот, бред, у нас известно примерно число жертв террора в тех губерниях, которые были отвоеваны от большевиков на какое-то время. И вот, собственно говоря, это суммируется на другие... — То есть, экстраполяция. — Экстраполяция на другие уездные и областные чекистские организации военные. Да, я еще напомню, что ведь в Красной армии был страшный тоже террор. Не надо это забывать. В 1918-1919 году, собственно, Вацетис, который после Троцкого был командармом, возглавлял Красную армию, он писал Ленину даже с некоторой жалобой, хотя он сам был очень жестокий человек, писал с некоторой жалобой, что у нас практически кровавая дисциплина, потому что за малейшее преступление расстрел. Все время расстрел. Троцкий ввел принцип расстрела комиссаров, командиров и децимацию за отступление. И впервые это было применено где-то около Казани, по-моему, при отступлении рабочего полка от Свеяшки. — Андрей Борисович, у нас последняя минута, поэтому я коротко хочу спросить. Как вы считаете, вот 5 сентября, это не должно ли стать каким-нибудь общенациональным днем памяти же от Красного террора? — Конечно, безусловно. У нас, собственно говоря, мы ищем такие даты, чтобы действительно всем читать списки, как вот считали списки у Соловецкого камня. Уверен, что 5 сентября должно быть такой датой, датой скорби, и для того, чтобы это больше никогда не повторилось. — Спасибо. Андрей Зубов, доктор исторических наук, был гостем «Эхо Москвы», ввел передачу.